Затяжные дожди волнуют сегодня не только аграриев, но и городских жителей. Огромные лужи скапливаются на проезжей части и тротуарах, в зелёных зонах, во дворах многоквартирных домов. И эта застарелая проблема требует кардинального решения. Помните детский стишок Сергея Михалкова? Где же солнце? Что случилось? Целый день течёт вода, на дворе такая сырость, что не выйдешь никуда. Если взять все эти лужи и соединить в одну, а потом у этой лужи сесть, измерить глубину, то окажется, что лужа – море чёрного не хуже. К сожалению, сегодня многие белореченцы повторяют другие слова, пытаясь найти островки на некоторых участках городских территорий. Всего две центральные улицы города оборудованы сетью коммуникаций, куда сливается вода после дождя, а на остальных она сама прокладывает себе путь, не обращая внимания на возмущение горожан. Городские власти каждый год пытаются решить застарелую проблему. Строят дренажные колодцы, углубляют сточные канавы, прокладывают лотки для слива. Но с каждым дождём появляются новые необъятные лужи. Дождливые последние дни очень очевидно нам показали нашу застарелую проблему – это отсутствие системы водоотведений на территории города и ливневой канализации. Мы сейчас проводим активные переговоры с такой проектной организацией, как «Кубаньводпроект», которая согласилась провести здесь предпроектные работы, провести гидрогеологические исследования, чтобы на годы вперёд мы получили концепцию определённую и понимали, куда двигаться в данном вопросе. Ну, а что касается вот этих многочисленных луж, которые у нас затапливают дороги, затапливают тротуары, тут нужно сказать, что не обошлось и без нашего влияния. Идёт коммерческая застройка без учёта, куда уходят воды, засыпаются канавы. Но, к сожалению, даже мы, когда строим тротуары, порой бездумно, не глядя, куда потом это будет вода уходить. Построили тротуар, построена дорога, в воде некуда деваться, она накапливается, затапливает проезжую часть, разрушается дорожное полотно. То есть, вот эти все вопросы сейчас нами продефектованы. Мы сделали целую карту вот этих луж проблемных и теперь будем поэтапно устранять. Конечно, не одним днём, к сожалению, эти проблемы копились годами, но хочется заверить горожан, что этой работой мы занимаемся и поэтапно будем устранять вот эти проблемные территории. В Самаре глубокие лужи на улицах осушает специальная техника. В Белореченске есть подобное, которое промывает ливнёвки и забившиеся пропускные трубы. Это в какой-то мере помогает избежать массовых наводнений. Будем надеяться, что когда-нибудь лужи на нашем пути будут не такими большими. И детский стишок мы будем повторять своим детям с улыбкой. Наталья Пугачёва, Сергей Чернецов. События и люди.